Всем привет, мои любимые подписчики! Итак, сегодня мы с вами работаем на болванке и делаем объемный хвост с фреш-текстурой, накручивая на утюжок. Это очень трендовая прическа и для невест, и для вечеринок, и просто на фотосессию. Но на самом деле в этой прическе я хочу вам показать целых три техники. То есть мы будем делать, помимо того, что шикарную прическу, я научу вас очень модный и стильный фреш-текстурой, а также покажу, как делать воздушные переходы в челке. Начинаем! Делаем разделение, но сегодня мы делаем разделение не классические. Мы отделяем ободок 2,5 см от висков и по кругу. Дальше мы отделили еще один ободок 3 см. И у нас осталась вся затылочная зона. Если длины волос недостаточно, то мы с вами добавляем тресса. Недостаточно это означает, если ваш клиент хочет чуть подлиннее волосы. В общем-то вы можете делать на длину до плечи эту прическу. Но я решила вам показать, чтобы вы знали, как вы можете удлинить волосы. И добавила буквально 2 тресса на затылок. После того, как мы добавили эти 2 тресса, мы смотрим, где у нас находится носик. И на уровне носа надеваем резинку. В данном случае я одеваю обычную резинку. После чего я, собственно, начинаю делать нашу прическу. Уже наш текстурный хвост. Я отделяю небольшую прядочку снизу и делаю внутренний подчес. Можно назвать это тупировкой, но это не совсем тупировка. Далее мы берем утюжок 2,5 см в диаметре и начинаем прокручивать. Но прокручиваем мы не до конца. То есть у нас идет мягкий полуперекрут. И кончик мы вытягиваем утюгом. То есть сделали небольшой перекрут, вытянули утюгом. Что интересно. Мы делаем направление накрутки от лица. То есть когда крутим справа, крутим, соответственно, от лица и назад. Крутим слева, от лица и назад. Недавно я выступала на одной очень большой конференции. И прямо на сцене показывала эту прическу. Я показывала три прически трендовые в этом сезоне. И что вы думаете? Именно эта прическа вызвала самый большой восторг у всех зрителей. И, собственно, я вот пообещала, да, именно со сцены, что выложу подробное видео с этой прической, вдруг кто-то не видел, к себе на канал на YouTube. И вот, пожалуйста, выкладываю. Можете повторять. Далее, да, я продолжаю делать накрутку. Обратите внимание, что сейчас я не делаю рассаливание. Да, то есть у нас любая накрутка делится на две части. Первая часть – это мы работаем с инструментом. Вторая часть, то есть второй шаг – это мы работаем руками с волосами. И сейчас мы работаем с инструментом. В данном случае я перехожу чуть выше и более длинные волосы здесь у меня, да. Поэтому тут идёт два полуперекрута и, соответственно, прямой кончик. Тут самое главное не сделать слишком мелко, да. Потому что если вы сделаете мелко, то получится просто трубочка. И мы того эффекта пляжных, растрёпанных, текстурных волн кудрей просто не получим. Далее мы с вами берём крем. Тут я соединила, я очень люблю экспериментировать. Здесь я соединила гель для эффекта влажных волос с тянучкой. Вы можете взять крем для локонов средней фиксации. Вы можете взять жидкий лак. Вы можете взять даже обычный гель. И что я делаю? Я теперь делю каждую прядочку на мелкие пряди. Да, то есть каждая прядь делится ещё приблизительно на 11 прядок. И так постепенно, шаг за шагом, я продвигаюсь всё выше. Надо сказать, что когда я работаю руками, вот уже 20 лет я работаю в бьюти-индустрии. И помимо того, что у меня есть 5 онлайн-проектов, да, у меня академия стилистов, где я учу делать прически, макияжи, даю профессию свадебный стилист. Я занимаюсь оздоровлением людей на курсе капсулы молодости. Это сухое голодание, да, где очень многие стилисты вылечились и от профессиональной аллергии, и от варикоза. Также я учу здоровому питанию. Так вот, несмотря на всё это, да, что я руководитель, предприниматель, бизнесмен, работать с волосами – это всё равно моя отдушина и любовь. Этим я всё равно продолжаю заниматься в течение всей своей жизни, потому что для меня это удовольствие. То есть всю свою жизнь я это делаю из удовольствия. Я очень хочу вам передать вот это своё состояние любви, любви к волосам, да, и когда мы работаем с клиентом, клиент, конечно, тоже это чувствует. Ну что ж, у нас вот такой получился очень объёмный, красивый, текстурный хвост, и я перехожу к следующей части моей прически. Это тот самый ободочек 3 сантиметра, который я отделяла. Теперь я отделяю квадратик, либо треугольничек, и опять беру утюжок. Тут я работаю в той же технике, но важно отметить, утюжок у меня находится здесь под 45 градусов. Когда я накручивала хвост, я утюжок держала под 180 градусов. И здесь разная техника накрутки и разный результат получается. Теперь обратите внимание, вот тут вот очень это важно. Когда я делаю первую протяжку, я практически не отступаю от корней утюжком, да, то есть мы, конечно же, там 5 миллиметров, чтобы не обжечь клиента, отступаем, но максимально близко делаем вот этот вот прокрут, чтобы вот эта текстура, вы потом в конце увидите, у нас как раз-таки рисовалась на голове. Прокрутила справа, слева, и, конечно же, да, теперь перехожу к проработке текстуры. Совсем недавно у меня на личном коучинге была женщина. У неё 4 салона красоты, своя школа, моя коллега, своя школа по причёскам, по стрижкам. И мы с ней работали в том направлении, чтобы увеличить, да, её доход, потому что, несмотря на то, что её все знают в городе, да, она такая вся известная, но тем не менее она зарабатывает денег меньше, чем её мастера, которые работают у неё в салоне. За два месяца мы пришли к тому, что она нашла, да, свои ошибки, которые приводили к тому, что её бизнес, по сути, был убыточным. Эти ошибки заключались в том, что она нанимала неправильно сотрудников, уделяла недостаточное количество внимания личному бренду и маркетингу. И на моём новом курсе, который называется «Бьюти-бизнес нового времени» я рассказываю уже тем, кто умеет делать перчёски, у которых уже свои салоны, школы, как сделать так, чтобы ваш бизнес был действительно прибыльным, чтобы вы не работали работу ради работы, как я это называю, да. Одно дело, когда мы мастера, и мы все с вами привыкли, да, мы сделали прическу, нам тут же заплатили деньги. Другое дело, когда мы вырастаем, и я, и мои подписчики, мы все выросли, у нас появляются салоны, школы, мы начинаем платить зарплаты, и очень часто уходим в минус, и не понимаем, как из этого выбраться, а только вспоминаем те времена, когда мы просто делали прическу, и нам за это платили деньги. Так вот, дорогие мои, если у вас тоже случилась, да, такая проблема, то я вас приглашаю на свой курс «Бьюти-бизнес», да, чтобы не только умели делать что-то своими руками, а также умели создавать из самого себя настоящий бренд. А тем временем я перехожу на зону челки, да. Здесь мы работаем так же. Крутим от лица, делаем протяжку, одна, вторая, и вытягиваем хвостик. Что интересно, да, здесь мы выбираем направление. Если у нас челка вправо, то, соответственно, крутим весь этот объем вправо. Соответственно, влево, то влево. И на височной зоне здесь я, когда работаю, утюжок протягиваю на лицо. То есть я не оттягиваю назад, потому что мне важно, чтобы эта зона легла как раз-таки ближе к лицу, да, а я все-таки подтягиваю. Ну и старайтесь, чтобы у вас проработка утюжком шла от самого начала пряди до конца. Потому что если вы все-таки будете пропускать какие-то сегменты, то в конце получится пушистая, да. Прическа, она, с вами это не нужно. Эта прическа, она на грани лохматости, небрежности и красивого стильного образа. Очень часто, когда я показываю, да, эту прическу, многие даже не понимают, что это происходит, что это вообще за прическа. Но в конце, когда все это собирается, ну, равнодушным остаться сложно, потому что это стильно, это современно, это модно. Эту прическу можно сделать как девочке 12-13 лет на выпускной, так и взрослой женщине на юбилей 50 лет. И там, и там это будет смотреться очень гармонично. Ну, а если вы еще из новичков, да, недавно подписались на мой канал, вы еще только начинаете интересоваться прическами, макияжами, то я приглашаю вас в свою онлайн-академию, где вы получите настоящую профессию, да, свадебный стилист, визажист, либо причесочник. Все зависит от того, что вам больше по душе. Ссылки на все свои курсы, которые у меня есть, я оставлю в описании к этому видео. А также телефон, по которому вы всегда можете написать, и моя команда, и я в том числе, мы ответим вам на любые вопросы. И вот сейчас уже на этом этапе, когда мы всю шляпную зону и челку подтянули на большие крупные шпильки к резинке, как видите, я их зафиксировала, и потом обработала жидким лаком, вот только после этого я беру тоненькую прядочку и изнутри прочесываю ее. Вы даже можете вытянуть ее утюжком, если она пушистая. И протягиваю вокруг нашей резиночки. Снизу фиксирую шпилькой, либо невидимкой, как вам удобно. Ну что, вот такая прическа у нас сегодня с вами получилась. Всегда очень жду ваши отработки. Присылайте мне в Инстаграм, ВКонтакте. Я всегда с радостью общаюсь со своими подписчиками. Если что-то увижу, какую-то ошибку, то обязательно, конечно же, вам тоже об этом напишу. Радуюсь всегда вашим комментариям под моими видео, поэтому пишите, какие темы для вас раскрыть. Может быть, не прически, да, может быть, рассказать, как работать со сложными клиентами, либо как себя продвигать в социальных сетях и как делать из себя бренд. Поскольку я уже в бьюти-индустрии целых 20 лет, я прошла и огонь, и воду, и медные трубы, и знаю в нашем с вами бизнесе абсолютно все. Поэтому любые вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рада ответить. С вами была Анна Комарова. Пока-пока.